Всем привет, с вами Атси, и давайте что-ли продолжим наше небольшое такое прохождение по Jagged Alliance 2. Не пугайтесь, я буду пропускать и другие ролики, я, ну, наверное, понедельник так буду снимать Jagged Alliance 2, а потом понедельник в War Fortress решим и другое, что у нас будет активным летсплеем. И между этим всякие обзорчики, может быть, и XCOM и прочее-прочее. Так что, ладно, давайте продолжим игру. Так, мы, кажется, на это сохранение записывались. Так, хорошо. Я уже не помню, на чем мы там остановились. Ага, Амерта. Как помните, нам пришел новый наемник, это Айра. Она из себя представляет, ну, просто бессовестно, бесполезного наемника. Она эксперт по обучению, но у нее, ну, кстати, у нее 40 медицины, что не так уж и плохо на самом деле. Взрывчатка, механика, меткость, это вообще за пределами разумного чего-то. Интеллекта много, мало лидерства, что немного затрудняет ее прямое назначение. Но ничего, она быстро научится лидерству своим высоким интеллектом. Ну, а сила и меткость ей особо не нужны, потому что... Ну, она такой. Персонаж из заднего плана. Так, куда мы шли? А, мы шли в Драссен. Ну, ладно, давайте идти дальше в Драссен. Раз такое дело. Нечисто здесь, Ох, не чисто. Тут плохие ребята ходят, точно. Ну и акцент у тебя, Жан-Пье. Так, ну ладно, переходим в сектор, что ли. Тут у нас сколько? Шестеро или семеро врагов? Я особо не запомнил. Блин, надо было просто группу выбрать. Вот так вот. Так, хорошо. Все идем. Я, наверное, даже в стелсик пищу. Пускай качаются, если что. Да, сэр. Так. Нам надо в первую очередь занять, конечно, даже крышу. Эту. Эээ. Потому что крыша это стратегически важная позиция. Так. С этим индикатором, конечно, некрасиво получилось от Фрапса. Но что поделать. Старая игра, то... Сейчас начнется. Оу. Ладно. Раз старая игра, то можно пройти все-таки. То, что не поддерживает Дайрект 3D и подобные вещи, которые позволяют Фрапсу работать без проблем. Так, ну ладно. Стремный у нас... Ползет поближе чуть-чуть. Блин, он так орет. Так. Так. Стероид сюда же. То есть анаболик. Ага. Чего? Озлобно идешь. Ага. В группу поддержки. Надеюсь, нас сейчас никто не заметит. Вот скотина. Заметим. Да, не везуха. Но я заработал кое-какую карму. Чего? Ты чуть не заработал кое-какую пулю. Блин. Слушай внимательно. Оптимист. Гребаный. Эмм. Так, поэтому стрельну 10, поэтому 5. Поэтому будем стрелять по нему. Ага. Да, это не очень точно. Слушай. Не очень разумно. Ну, придется все делать лежа. Так, больше шансов того, что по нам не падут и... Слушай внимательно. И вообще, шанс попадания повышается немного. Ну да, конечно, за пределы прицельной стрельбы стрелять не самая разумная вещь, но... Тем не менее... Будет сделано. Чего? Есть шанс попасть. Это же лучше, чем ничего. К тому же у нас по пауку попали. Нормально. У врагов всегда читерская меткость. Хоть они и стреляют из всякого там дерьма, но... Все равно умудряются попадать. Вот как так? Будет исполнено. Чего? У этих противников на среднем уровне сложности в желтых рубашках меткость она совсем никакая. Слушай внимательно. Что-то в районе 50-60. И вот, как видите, они умудряются попадать. А мы? Нет. Гонтарские. Слушаю. Так, ну ладно, паук ждет того... Своего обидчика. От, черт побери. Ага. Слушай. Хорошо. Так, аэро. Бегом сюда. Ну как бегом. Ползком сюда. И злобный тоже. Так. Слушай внимательно. Гонтарские. Если промахнусь, это не те годы. Слушай внимательно. Давай, попади же. Хорошо. Здесь уже у врагов идет нормальное количество здоровья. Еще враги. Не то, что в самом начале были, которые дохли от одной-двух пуль. Здесь им нужно уже чуть побольше. От, черт побери. Потому что у них уже здоровье не по 40-50, а где-то... Чего? ...в районе 70. Так, злобный. Злобный не может стрелять, потому что у него нет очков действия. Это не с ним, кто перехватил? Да. К сожалению, да. Печально. Так. Аэроатак. Атанаболика, наверное, никакого толку в этом бою. Поэтому, может быть, хотя бы своей толстой тушей. Много злых врагов. Слушай внимательно. Так. Вот поэтому, наверное, самый высокий шанс попасть будет. Или поэтому. Ну так, кто для нас наиболее опасный из них? А, мне кажется, этот. Вот, блин. При попадании в противника у него отнимаются некоторые характеристики. Поэтому они становятся, ну, медленнее, более косыми и... И тому подобное. Да ё-моё! Нас так сейчас точно всех пощёлкают. Так. Что это было? Черт побери! Ладно. Паук. Нет, сначала опускай анаболик. Разрядится из своей анаконды. Или что это? Или питон это? Барракуда вообще. Да. Совсем забыл название револьверов. Ну ладно. Главное, он мощный. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Так. Всё-таки так больше шанс попасть, когда видим противника. Слушай. Когда тот наёмник, который стреляет в виде самого противника. Эх. Чего? Ладно. Злобный. Ох ты, блин. Незавидная ситуация. Незавидная. Ну ладно. Ща Аэра всех спасёт. Будет исполнено. Самый бестолковый персонаж, наверное, во всей игре. Ну, хуже, наверное, только Ларри наркоман. Или ещё... Не помню. Не помню. У-у-у. Слушай. Вот этого я и боялся. Этого я и боялся. Я так надеялся, что... Меня никто не увидит от злобного в этой точке, но... Так вышло. Так вышло. Ну, ничего. Слушай. Я шатя, у меня постоянно фейлы случаются в играх. Даже в такой вот, как Джаггет Альянс. Но, тем не менее, я загружаться не буду. Даже если сейчас кого-нибудь убьют, я всё равно не буду загружаться. Потому что... Игра ж хардкорная. И раз здесь предусмотрена возможность того, что можно потерять 7 мерка, то... Мы этим воспользуемся. Рано или поздно. Так. Гонтарский. Ах ты. Адская задница. Слушай. Ммм, да. Так, Хайра. Хай. Будет сделано. Отлично. Чего? Так. Ммм, да. Совсем провалился мой план. Главное... По-хитрому их взять, но... Ничего. На ошибках своих учатся. В следующий раз так делать не будем. Ухом слышу, точно. Гонтарские. Так, Гонтарские. Слишком мало очков действия. Гонтарские. Но ничего. Сейчас за все этот поплатится. Хе-хе-хе-хе-хе. Из барракоты в грудь получить, это, наверное, не самое приятное. Я харно. Патроны кончились. Адская задница. Слушай внимательно. Адская задница. Блин. Что за переводчик? Тоже актер. Что? Не тот, что вписался в бою в обстановку. Идеально. Слушай внимательно. Так, отлично. Отлично. Подожди, что, еще с гушителем? А-а-а. Вот оно в чем дело. Это хорошо, это хорошо. Слушай внимательно. Хорошо, хоть прививку от столбника сделала. Чего? Вот такое вот качество звука. Хай. Как из сортира, но... Гад дэмит. Находка. Гад дэмит. Даже переводить не все стали. Так. И ложись. Ты мне нужна живой. А то кто у меня будет ополчение тренировать? Чего? Так, ладно. Ложишься. Слушай внимательно. Угу. А-а-а. Промазал. Ацкая задница. Хорошо. Сколько там осталось? Осталось еще четверо. И все они примерно где-то тут прячутся. Так. Кем ты виден? Гонтарским. А может, тут Гонтарский по тебе не может стрелять? Может быть, злобный? Нет, ты не злобный. Айра. Да ладно. Ты можешь стрелять под машиной? Ха-ха-ха. Здорово. Чего-то я раньше в этой игре такого не замечал. Вот она классика. Играешь, а узнаешь для себя что-то новое. И мне кажется, это здорово. Это очень здорово. Ага. И Айра со мной согласна. Так. Надеюсь, эта адсказанница по мне не будет стрелять сейчас. А-а-а. Ничего стремнее. Никто не может по нему стрелять по этому году. Служи внимательно. Это печально. Служи внимательно. Поэтому давайте просто ждать. Служи внимательно. Потому что нам еще больше не остается делать. Служи внимательно. Кроме как ждать. Пока истечет кровью паук. Да. Это был немного странный вейпоинт. То есть поиск пути. Да е-мое. Не стремный паук. Служи внимательно. Так. Что там Айра видит? Там враг. У-у-у-у. Айра. У-у-у-у. Хреново тобой быть, Айра. Очень хреново. А-а-а. Я забыл бег включить. Ничего. Бывает. Слушай. Это ничего страшного. Это все в порядке. Слушай внимательно. Да все нормально. Хватит перевязывать. Слушай внимательно. Хорошо. Промазал. От черт побери. Хорошо. Да хватит орать так. Да е-мое. Я с тобой теперь согласен. Слушай внимательно. Ну, по крайней мере, меткости немного нарастили. Это хорошо. Ну, хоть так попали. Это здорово. Слушай внимательно. Ну, давай же. А-а-а. Какой ты злой. Слушай внимательно. Вернее, простите. Это я злой. И стрёмный меня делает злым. Слушай внимательно. Наконец-то. Кстати, про стрёмного. Я забыл, что у меня злобный. Еще не походивший тут. И Айра нуждается в его помощи. Реально нуждается в его помощи. Так. Пока что ждем. Чего? Так, Айра. Ничего не видит. Ну, с какой-то стороны, это даже хорошо. Сколько их слазь двое? Трое. Адская задница. Одним словом. И у них ничего нет. Блин. Идиоты. Нифига особо не таскают. И это очень хреново. Ага. Хорошо. Проследим за ним. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Не думаю, что мы нашли их. Так. Чего? Пора выносить мусор. Сюда. Ты по нему все равно не попадешь никогда в жизни. Так что... Даже не рассчитывай. Ага. Слушай внимательно. Кого ты увидел? Значит, теперь самое время повстрелять по тебе. Аааа. Так. Не тебя, значит, видит. И точно не тебя. Чего? Надо было еще Гунтарский сюда подтащить. Слушай внимательно. Его леварьер бы тут пригодился. Да е-мое. Гунтарский. При полном сведении, почти в упор, сколько тут, 10 клеток, промазать из автомата МП-5. Да. Не везуха. Но я заработал кое-какую карту. Не везуха. Мягко сказано. Слушай внимательно. Ааа. Да. Еще враги. Ну, это... Эти промахи, которые вот были, вот последние два моих промаха, они... Ну, просто, не знаю, как их объяснить может... Игровая механика. Но, по сути, они невозможны. Так что это все какой-то гон. Так, этот у нас умирает, он уже не так опасен. Слушай внимательно. Но, тем не менее, надо быть осторожнее. Так, хорошо. Этот теперь раненый, он теперь тоже должен быть немного качать. Слушай внимательно. Ааа, Гунтарский, Гунтарский, ты где? Вот ты где. Спрятался за трупом. Хорошо. Я еще один упал. Слушай внимательно. Отличный польский акцент. Слушай внимательно. Да е-мое. Как это вообще возможно? Я что-то разочаровался в системе попадания и повреждения этой игры. Сейчас у меня стремного нафиг убьют. Слушай внимательно. Только из-за того, что... Вот и все. Ладно. Все в порядке, все в порядке. Это просто дается. Да. Ты у нас теперь овощ. Самый, можно сказать, толковый персонаж был, но... Теперь его придется защищать, охранять от всех невзгод, можно сказать. Гунтарский. Ну ладно. Что это? Окей. От этого нам и более интересно будет. Тем более, я в этой игре уже скилл растерял по полной. Ага. Так что... Только хардкор, только фан. Так, хорошо. Пустил. Тут ничего. Иногда здесь можно что-то интересное найти. Серьезно. Поэтому давайте все обшарим. О, деньги. Сколько их тут? 50 баксов. Ну что, уже хорошо. Так, а тут у нас... Что-то было заперто. Ух ты, у меня? Ну, 9-мм магазин, это хорошо. Да ё-моё. Мужик, хватит загораживать нам дорогу. Мы тут крутые такие чуваки, пришли, не знаю... Убивать тут всех, спасать вашу... Родину от угнетения дейдраной. Не знаю, как она сам угнетает. Что это? Так, 45-й магазин. 9-мм магазин. Ого. Ага. Вообще странно, что в американской системе 45-й калибр в дюймах, а 9-й в миллиметрах. Окей. Хотя, 9-й миллиметр, наверное, 38-й, а 38-й уже есть Смит и Вессон. Так что... Ладно, не важно. Не важно. Так, ещё одна фомка. Оставим тогда здесь фиговую фомку. Так, что нам нужно. Стремный у нас вынужден по некоторым причинам избегать боя. Из-за того, что, блин, ну... Вы сами видели, это что-то с чем-то. Так, кто у нас тут? Анаболик? У нас лучший стрелок, как я помню. Да ё-моё. Как там, на шифт, кажется? Да, на шифт. Хорошо. Не забываем подзарядиться. При первой же возможности. Так. Значит, у нас анаболик основная атакующая сила будет. Ну, стрёмный с барракудой походит. Сам виноват. Таким косым быть. Но это ж нельзя, барракуда. Нельзя. Ой, стрёмный, то есть. Анаболик. А вот злобному мы дадим, наверное, вот... Нашу штурмовую винтовку. У неё, конечно, износ уже высокий, 71%. Но всё же... Надеюсь, это нам пригодится при захвате Драссена. Вас понял. Хорошо. Не чисто здесь... Ладно, переходим в сектор. Группой нападём отсюда. Вас понял. Так, стрёмный. Ты у нас совсем уже в говно. Даже ползать не можешь. А вы... Атакующая команда. Вот так. Немного путаюсь в интерфейсе. Но это простительно. Как уже в прошлой серии я говорил, что здесь интерфейс... Он... Ну, неплохой, но... В нём легко запутаться. Особенно после современных игр, где... Интерфейс отточен буквально... До идеального состояния. Ну, вспомните Дворфор Трасс. Ну, ладно. Не самый удачный пример. Ну, ладно. Так... Значит, у нас... Анаболик у нас будет самой... Самой атакующей силой. Хорошо. Я за всех злых врагов. Много злых врагов. Враги. Злые. Злые враги. Так, ну ладно. Тебе можно уже отключить эту фигню. Чего? Так, злобный. Топаешь сюда. За эту ёлочку. Айра. Если что, кого-то подлечить. Так. А паук? А пауком мы рискнём. Блин, нас засекли всё-таки. Эх. Какие вы глазастые. Ну, конечно. Наболик он такой здоровый, что его... За сто метров в лесу увидишь. Но ничего. Этот даже не заметил, так как у нас... Чего? С глушителем автомат. А это очень хорошо. Урожины. Так. Хорошо. Айра, здесь будешь. А паук. Слушай. Ладно. Медленно крадёшься сюда. Ох ты, блин. Слушай. Чего? Так. Ты по нему не попадёшь. Зато попадёшь по нему. А ты не можешь по нему? Можешь. По идее, можешь. Так что давайте попробуем сначала так. Ах да. Ну как же. Чего? Как же, как же, как же. Игра нас немножко протроллила. Ну вообще, это и было очевидно. Что я хотел, стреляя сквозь стену. Класс. Сквозь будочку. Кстати, аэропорт Драссен. Это стартовая локация в... Чего? Итальянс Бэк Энэкшн. Если вы... Ну я надеюсь, вы узнали. Она действительно очень похожа. Ну как очень похожа. Узнаётся. Тоже три вот таких вот ангарчика. Ангар, где торговец у нас. Но здесь торговца нету. Здесь только Пабло Грека. Ну и вот эта штука, в которой прилетала погрузка. Но здесь погрузка прилетает вот сюда. И вертолёт здесь есть. Где стоял Скайрайдер. А здесь, естественно, вертолёт. И этим вертолётом можно пользоваться. И это, несомненно, очень радует. Очень. Так, мы можем посмотреть, сколько тут врагов? Не, не можем. Хорошо. Ох ты, блин. Ох ты, блин. Ох ты, блин. Так, Гунтарский, естественно, должен устранить эту проблему. Которая мешает пауку делать свои тёмные делишки. Ну, помните, в Back in Action ночные операции назвали тёмные дела? Хотя здесь, конечно, не ночная операция, но у паука аж есть скилл. Не скилл, а этот трейд. Ночные операции. Так что, пускай будут тёмные дела. Так, паук. Ещё чуть-чуть осталось, и хорошо. Не будем стрелять по тем, кому невозможно попасть. Хотя врагов-то не устанавливает. Вот, хорошо. Теперь должна уже попадать. Ну как? Ох ты, блин. Хорошо. Хорошо. Так, злобный. Надеюсь, попадёшь. Попал. Молодец какой. А сейчас, к сожалению, нет. Тратит редкие патроны 5.56. Ну как редкие, они только на этой стадии редкие. Потом они будут уже не такими редкими. Потом они будут самым основным боеприпасом. Пока его не вытеснит припас 7.62 НАТО или 7.65 WP, который советским считается. Ну то есть называют советским. Чего? Так как им стреляют советские пулемёты и снайперские винтовки типа Трагунов. Трагунов. Да ё-моё. Как страшно. Слушай. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Давай, попади. Хорошо. Шикарно. Я с тобой согласен. Ну давай, попробуй. Не, это была пустая трата боеприпаса. Чего? Насколько я помню, время от времени, ну то есть раз от раза здесь может получиться так, что мы найдём патроны 5.56 именно в этой локации. Но если найдём, то не так страшно. Рано или поздно они нам попадутся ещё раз. Хорошо. Не думаю, что мы нашли их всех. Так, Кайра у нас, значит, разведчиком должно быть. Ну ладно. Пока что пускай будет злобный. Так, ну давайте стрёмно сюда подтягивать. Слушай внимательно. А то мне что-то не нравится, как он там около края карты стоит. Конечно, после того, как я поиграл в Джекет Альянс 2 с модом 1.13. Сейчас начнётся. Там что-то есть. Твою мать. Твою ж мать. Слушай. Твою мать. Сколько сюда? Четыре. Замечательно. Ху-ху-ху-ху-ху. Блин, это было... Это было опасно. Это было не просто опасно, это было очень опасно. И серьёзно. Да ё-моё. Неприятность. Кстати, сколько у нас там бабла? 11 тысяч. Значит, мы можем себе ещё позволить немножко... подлечиться и потренировать ополчение. Помните, где-то прячется, по крайней мере, один из них. Так, Айра. У меня за всех злых врагов. Ага. Хорошо. Слушаю. Паук лечись. Эх, жалко тратить докторскую сумку на простые перевязки, но... Чего? Это единственный выход иногда становится. Чего? Чего? Да ё-моё. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Чего? Давай, попади же. А, нет. Гонтарский. И ты тоже нет. Гонтарский. Ну давай, подходи. Гонтарский. Слушай. Так, ладно. Ну да, конечно, с пауком это я уже не буду жаловаться на механику, потому что тут я ступил сам, сам. И действительно ступил по-чёрному. Именно так и теряют наёмников. В этой игре. А если я так буду тупить время от времени, то, конечно же, ни к чему хорошему это не приведёт. Так, Айра. Мда. Что паэра по кому-то попала, это из области фантастики. Слушаю. Так. Эта обойма будет пополнее чуть-чуть. Эх, разумнее было, конечно, прятаться. Но в какой-то степени я сделал даже услугу для этого противника пауком. Чего? Потому что после этого выстрела он пригнулся. Слушаю. Чего? Так. Давай же. Это плохо. Чего? Слушаю. Это очень плохо. Это совсем плохо. Нафиг, добьём его. А то если встанет, то паук этого точно не переживёт. Где-то прячется, по крайней мере, один из них. Окей. Хлянь сюда. Иду. Тут у нас боеприпасы. Иду. Хлянь сюда. Хорошо. Мне кажется, или у злобного не французский акцент, а немного украинский. Ох вы. Здесь у нас что? Ааа. Срочно сюда анаболика. Или, может, получится самому сломать? Хорошо. 5.56 магазина. То, что доктор прописал. Хоть и один, но всё же магазин 5.56 калибра. А тут пусто. Что? Не очень клёво. Так, хорошо. Больше всего шансов что-то сделать против оставшихся врага, естественно, у анаболика. Да и у злобного тоже. Я думаю, сейчас... После того, как мы захватим Драссен... Что мы сделаем? Мы потренируем немножко ополчения здесь. Подлечим... Нашего... Главного героя немножко. И починим автомат для злобного. Так. Хорошо. Обычно где-то около самолёта последний враг прячется. Тут-то эти гады! Надо хвост подобрать, сейчас начаться может. Упс. Упс. Бедняга. Врагов здесь не осталось, только их потери в живой силе. Хорошо. Хорошо, 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 мы победили. Без потерь. Конечно, пауку досталось. Ну, что поделаешь. Иногда такое случается. Клейкая лента. Взломали, хорошо. Аптечка. Нам это пригодится. Кожаная куртка. Ну да. Так что, сохранимся. Раз у нас такой прогресс случился. Так, что нам ещё надо? Слушай внимательно. Стремный. Беги к Паблу Грека. Да ё-моё. Путь заблокирован. Как он заблокирован? Да, сэр. Вас понял. Так. Анаболик всё тут же. Давайте обшарим вот эти вот три ангарчика. Обычно в них тоже что-то можно интересно найти. А будем это делать анаболиком, потому что у него есть фомка и высокий скилл механики и силы. Так что... Это хорошо. Деньги. Это хорошо. Очень хорошо. Так, здесь ничего. Печально. Крайне печально. Так. Срёвный. Бежишь сюда. Вас понял. Эм... Что у нас есть здесь? Где-то тут глушитель иногда генерируется. Ух ты! Аптечка первой помощи. Окей. Очень полезно. Крайне полезно. Тут у нас... Ух ты! Десять миллиметров магазин. У меня? Ага. Пригодится. Не могу дышать. Это пройдет. Да, это пройдет. Окей. Здесь вряд ли уже что-то полезное найдется. Хорошо, что в этом ящике. Пусто. Ну и тут пусто. Печально. Слушаю внимательно. Так, Пабло. Меня зовут Пабло Грека. Я управляющий багажным отделением аэропорта. Чего вы хотите? Да ничего. Лично мне наплевать, кто в войне победит. Лишь бы рядом с аэропортом не стреляли. Сюда кто только не приходит, знаете ли. Я тут сторожить ваши вещи не нанимался. Ну, по крайней мере, не за бесплатно. Ах ты, лис. Если и есть на свете больше идиот, я такого не встречал. Ах ты, лис. Куплю кофейку, чтобы на работе не заснуть, знаете ли. Ах ты, лис. Ну вот, отсюда мы сможем заказывать себе посылки из интернета. Здесь есть такой небольшой аналог смарт-почты. Он называется магазин Бобби Рэй. Так что давайте зайдем на него. Мы его сейчас пока что не знаем. Надо самому искать ссылку. Но я, к счастью, помню, как ее найти. Сайт агентства наемников. Тут ссылки. И Бобби Рэй. Тут есть вещи БУ. Что тут, кстати, есть? Барракуда. И Культ 45. Хорошие, кстати, стволы. Но нам они не нужны. Что тут есть из обычного оружия? Пока что только пистолеты. Кстати, очень хорошие пистолеты. Дезерт Игл. Барракуда. Но нет, нам нужны патроны. Какие патроны нам нужны больше всего? Нам нужны патроны 5.56. Я думаю, в самом начале пока что нам... Может пригодится... Разрывные... Не разрывные, а экспансивные патроны. Возьмем по этому пару магазинов. К тому же, если на нас нападут кошки или... Еще что-то в этом роде, то... Это нам пригодится. Так, броня. Стальная каска. Давайте стальную каску закажем себе. Аптечки и прочие такие инструменты нам пока что не нужны. Утконос? Не. Спасибо. Поэтому бланк заказа. Драссен выбираем, естественно. Мы не хотим никуда больше. Экспресс-заставка 90. А всего за 730 мы заказали две обоймы 5.56 и стальную каску. Нормально. Это хорошо. Что еще я хотел? Еще я хотел... Айра... Обучаешь... Ополчение... Паук, ты у нас врач. Стремный, ты у нас пациент. Злобный, на что ты у нас способен? На ополчение, наверное. Анаболик, естественно, у нас за ним займется ремонтом. Ремонт предметов. И... Пожалуй, вот этим сейчас мы и займемся. Как у нас там у Сремного поправка идет? Совсем хреново. Завершен ремонт личных вещей. Хорошо. Дальше ничего не будешь делать. Дальше просто скилл качать будет ремонта. Ну, это хорошо. Так. Далее, пускай поспят немножко. У Сремного поправка идет, это хорошо. Ну, Паук сама по себе, она здоровая, поэтому для нее это не проблема. Стоп. Что у нас тут? Новая почта. Энрико. Энрико. И Шпек. Хорошо, Шпек. Это альтернативное агентство наемников. Алло. Алло. Работает? Алло. Так. Какой же это переключатель? Пожалуйста, не сердитесь. Линия отключена. Нормально? Алло. Поехали. Примите наши извинения за неполадки. Мы только что получили оборудование, и я как раз учусь с ним работать. Нас было не очень трудно найти. Мы молодая организация, и удивительный факт. Вы наш первый клиент. Должен сказать, нам очень приятно. Про нас ходят всякие слухи, возможно, и до вас они дошли. Но вы им не доверяете. Ведь я и мой партнер Биф Апскуд, в прошлом сами члены АИМ, имеем награды. Мерк, это наш первый выход на рынок. Да пошел ты в задницу болтом, хренов. Не, не буду я к нему заходить. Слишком много болтает. Знаете, пожалуй, на этом закончим свою вторую серию. Так что, да, я сам не помню, что я только что сделал. Зачем я только что все говорил. Но ладно. С вами был Ати, и давайте что ли попрощаемся на этом. Ставьте лайки, комментируйте, ждите новых видео, подписывайтесь и все тому подобное. Пока.